На оперативное совещание в Ростов-на-Дону приехали и главы муниципалитетов, где больше всего насчитывается проблемных домов. Это Краснодар, Сочи и Новороссийск. Андрей Кикать отметил положительную динамику в решении проблемы обманутых дольщиков. Значительную роль в этом сыграл принятый закон, который встал на защиту участников долевого строительства. Это дало возможность региональным и муниципальным властям найти инвесторов, которые помогут достроить проблемные дома. Мы кардинально перестроили работу правоохранительного блога. Для справки хочу сказать, что с ноября 2017 года было возбуждено 205 уголовных дел. Из них 170 уголовных дел в отношении застройщиков и 35 в отношении должностных лиц, органов власти, местного самоуправления и иных должностных лиц. 64 обвиняемых по этим делам на сегодняшний день арестованы. 31 обвиняемых помещен под домашний арест. Ну и хочу сказать, что работа продолжается. Сегодня даже местные инвесторы, местные строительные компании, они максимально загружены проблемами дальнейшего завершения строительства домов обманутых дольщиков. Поэтому строительные компании нами сегодня привлекаются и из других регионов. Все необходимые механизмы и правовые, и с точки зрения алгоритма действий есть, но тем не менее есть объективно дома, которые в ручном режиме требуют разрешения с точки зрения и правового выхода, ну и подбора того инвестора, который их будет достраивать. Нам ничего не остается привлекать, еще раз подчеркиваю, компании, кстати, из других регионов. Масштабная работа по защите прав обманутых дольщиков началась в ноябре прошлого года. И, как отметил Вениамин Кондратьев, права людей будут отстаивать до тех пор, пока каждый из них не получит свои законные квадратные метры. Я, первую очередь, хочу поблагодарить вас лично, Андрей Владимирович, за принципиальную позицию защиты прав обманутых дольщиков, которые вы проводите системно, целенаправленно в штатском крае. Результат сегодня налицо. И, конечно, мы сегодня говорим о том, что и правовая база есть для того, чтобы права дольщиков были восстановлены. Запущен механизм на системной основе, что принципиально важно. Помощь дольщикам превратилась из акций в настоящую, последовательную, еще раз подчеркну, системную работу. И это сегодня важно. Пока люди не поселятся в своих квартирах, не зарегистрируют свое право, собственно, на конкретное жилье, эта проблема снята не будет. Мы это отчетливо понимаем. Пока мы не закроем, я сейчас подчеркиваю, в целом реестр и подведем черту под последним дольщиком, проблема, конечно, закрытой считаться быть не может. До конца года в крае планируют ввести в эксплуатацию 47 проблемных объектов. Сегодня достроено уже 35 домов.